Амурский космодром В честь Дня космонавтики в Циолковском провели сразу несколько торжеств. Честовали работников космодрома, а также почтили память Юрия Гагарина. Темпы модернизации снижаться не будут. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на развитие двух ключевых железнодорожных магистралей – Байкало-Амурской и Транссибирской. Цифровые каникулы. Амурские ребята познают инновационные технологии. Каникулы – не повод отказываться от знаний. В День космонавтики Амурскую область посетили президенты двух стран – России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств совместно побывали на Восточном, где встретились с работниками космодрома. После провели переговоры, на которых обсудили двустороннее сотрудничество. Главной площадкой встречи двух президентов стал космодром «Восточный». С вертолета они осмотрели строительство объектов. Затем главы государств посетили стройплощадку командного пункта стартового комплекса «Ангара» совместно с губернатором Амурской области Василием Орловым и генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Белоруссии на космодроме «Восточного»? Александр Лукашенко, мы ждем вас. За нами не за шаги. Также Владимир Путин выступил перед работниками «Восточного» и поздравил их с профессиональным праздником. Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию. Осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры. Глава государства заявил, что Россия возобновит лунную программу. Президент подчеркнул, страна будет исполнять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на попытки помешать ей идти вперед, которые предпринимаются извне. Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы. Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса Луна-25. Высокими наградами отметили троих участников встречи. Из рук главы государства ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Юрия Гагарина Олег Скрипочка. Звание Героя Российской Федерации удостоился космонавт Сергей Прокопьев. Благодарю за высочайшую оценку не только моей деятельности, но и деятельности сотен коллективов, тысяч людей, которые задействованы в обеспечении пилотируемых полетов. И посвящая эту награду моей семье, супруге, друзьями, наставникам, хочу сказать, что достижения советской и российской космонавтики всегда являлись предметом гордости нашего народа. Кстати, в канун праздника российские космонавты, которые сейчас находятся на орбите, Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции отправили поздравления. Они отметили, 61 год назад наша страна сделала шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории пилотируемых космических полетов и первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов – рабочих, инженеров и конструкторов – и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий. Екатерина Талалай, Амурское областное телевидение. 12 апреля в разных странах мира проходят всевозможные выставки, конференции, образовательные лекции и семинары, показы фильмов. В Амурской области, где расположен первый гражданский космодром «Восточный», программа тоже была насыщенной. Ряд торжеств в День космонавтики провели в Циолковском. На месте работала наша съемочная группа. На мемориальной площади в Циолковском собралось более 200 человек. Среди них – жители и гости города, сотрудники «Восточного». Они возложили цветы к бюсту летчика-космонавта – первого человека в мировой истории, совершившего полет в космос Юрия Гагарина. Памятник был установлен в октябре 2011 года в честь полувековой годовщины полета человека в космос, а также 50-летия со дня образования Углегорска, ныне Циолковского. Для большинства пришедших 12 апреля – это особенный день. День триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли. Нашему поколению этот праздник, наверное, особо близок. Да, мы дети того возраста, тех лет, когда это все было. И поэтому я помню с детства мы смотрели в небо и кричали «Гагарин летит! Гагарин летит!». День космонавтики в Советском Союзе учредили еще в 1962 году, а международный статус он получил в 1968-м на конференции Авиационной Федерации. С 2011-го носит еще одно название – «Международный день полета человека в космос». На путствие работникам космической деятельности и подрастающему поколению на торжественной встрече озвучил директор филиала Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме «Восточный» Сергей Еремин. Мы, те, кто продолжаем этот путь, должны все понимать, для чего мы живем. Для того, чтобы взрослым, получая опыт, передавать этот опыт молодежи. Для того, чтобы молодым, видя, как работают их родители, понимать, в первую очередь понимать, чем они будут заниматься в дальнейшем и готовить себя для будущей жизни, хорошо, если в космической отрасли. После торжественной церемонии возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина в Саолковском прошел праздничный концерт. Перед собравшимися выступили местные вокальные и танцевальные коллективы. Также в торжественной обстановке лучшим сотрудникам «Восточного» за эффективную работу вручили благодарственные письма от имени губернатора при Амуре Василия Орлова в дирекции филиала Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме «Восточный». Наталья Откачук, Иван Донченко, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Почти 300 рисунков на космическую тематику прислали дети в возрасте 9 лет со всей Амурской области. Работы принимали в АУДНТ. Акцию, посвященную 165-летию со дня рождения Константина Циолковского, поддержали более 200 ребят. Школьники прислали 286 работ. Для зрительского голосования, которое провели в социальных сетях, эксперты выбрали 27 рисунков. В итоге в тройку лучших работ, по мнению интернет-пользователей, вошли рисунки ребят из Сковородинского и Свободненского районов, а также из Шимановска. Макет ракеты длиною 2,5 метра, скафандр «Орлан», торт в тюбике. Эти и другие экспонаты можно увидеть на выставке «Профессия космонавта». Она открылась в Амурском областном краеведческом музее. Уникальные предметы привезли в Благовещенск из Москвы и Циолковского. Подробности далее в сюжете. Теперь ты на космической станции побываешь, на самой настоящей. Почти 40 космических предметов, включая VR-путешествия. Открытие новой выставки в областном музее получилось интерактивным. Одними из первых зрителей стали студенты кафедры стартовых и технических ракетных комплексов Амурского госуниверситета. Космонавтика сейчас захватывает множество разных технологий. В плане того, что это и GPS, и изучение погоды, изучение просто строения нашей планеты. Какие-то опыты проводятся в космосе. Космонавтика зависит на многие факторы, потому что она дает новые знания для развития человечества. Выставка «Профессия космонавт» – это совместный проект музеев космонавтики Москвы, культурно-досугового центра «Восток» в Циолковском, Амурского госуниверситета и областного краеведческого музея. Среди предметного ряда – костюм известного летчика-космонавта Романенко, который в 1998 году был записан в Книгу рекордов Гиннеса как самый опытный космонавт. Затем макеты ракет. Один из макетов 2,5 метра. Такую ракету в нашем музее еще не видели. Впервые мы ее привезли. На выставке можно увидеть сразу несколько макетов ракет, включая прототипы легкого, среднего и тяжелого классов, а также «Союз пилотируемый». Для тех, кому любопытно узнать, что едят на орбите, здесь представлена витрина с космическим питанием, к примеру, торт в тюбике размером с упаковку для зубной пасты. Примечательно, что 12 апреля стало близким амурчанам праздником относительно недавно. Первый пуск с Восточного состоялся 6 лет назад. Кто бы подумал, где Амурская область, а где космос, а где космонавтика. А где космонавты, которые люди невиданные души, которые, преодолевая себя, выходят в космос. И это люди-небожители, а для нас они. А сейчас это все рядом. Рядом с нами город Циолковский, который носит имя великого ученого Циолковского. Рядом с нами первый гражданский космодром. О подборе кандидатов на полеты рассказывает планшетная часть выставки. Она предоставлена Московским музеем космонавтики. Из Циолковского сюда привезли предметы быта. К примеру, так называемый НАС или носимый аварийный запас. В него входит теплый спортивный костюм, ручная пила, спички, блок питания, накидка от переохлаждения. Желающие воочию увидеть уникальные экспонаты смогут это сделать до 15 мая. В Преамуре растет число самозанятых амурчан. Сейчас их количество превышает 15 тысяч человек. В прошлом году таких было в 4 раза меньше. О мерах поддержки таких бизнесменов и условиях оплаты налога на профессиональный доход рассказали на пресс-конференции в региональном правительстве. Было отмечено, налог на профессиональный доход – это прежде всего возможность легально вести бизнес без риска проверок. Возможность официально подтвердить свои доходы. Напомним, относительно новый налоговый режим действует в области с июля 2020-го. Меньше чем за два года самозанятыми сформировано почти 3,5 миллионов чеков с общей суммой дохода, превышающей 2 миллиарда рублей. В региональный бюджет поступило более 62 миллионов рублей. Между тем, самозанятые граждане могут рассчитывать на получение субсидий областного бюджета. Есть основные направления, которыми могут воспользоваться амурчане. Первое – это может получить субсидию на приобретение оборудования для своей деятельности. Второе – это может быть субсидия на приобретение помещения или его ремонт, или приобретение стройматериалов для ремонта. И последнее – это грант для начинающих самозанятых граждан. Также отсутствует обязанность приобретать и устанавливать кассовый аппарат. Чеки формируются в приложении «Мой налог», которое можно установить на своем телефоне. Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога, а на сумму налогового вычета в размере не более 10 тысяч рублей. Самозанятые – это самостоятельное осуществление деятельности, применение своих навыков и умений. На сегодняшний день зарегистрировано, заявили основные виды деятельности. 3000 самозанятых от количества зарегистрированных – это 18%. По 6% – это пассажирские и грузовые перевозки, оказание бытовых услуг – это парикмахерские, косметология, кондитерские. 2% – это строительство, реализация продукции собственного производства – 1,6%. И сдача в жилых помещениях, обращая внимание, только жилых помещений – это 2,7%. Основная часть самозанятых, конечно, большинство зарегистрированы в городе Благовещенске, Белогорске и Свободно. Законом определен ряд ограничений для применения этого спецрежима. К ним относятся реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей, Получить всю необходимую информацию, а также направить заявку на получение услуг можно через единый портал поддержки предпринимательства – amurbusiness.rf Наталья Откачук, Вероника Наумова, Амурское областное телевидение Темпы модернизации БАМа и Транссиба не будут снижены. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. На развитие деятельности российских железных дорог по поручению президента Владимира Путина будет направлено 250 миллиардов рублей. Дополнительные средства позволят и в дальнейшем покупать локомотивы, электропоезда, вагоны для пригородного и дальнего сообщения. Решение позволит получать новые заказы отечественным предприятиям в сфере транспортного машиностроения. Это поддержит экономику страны, сохранит сотни тысяч рабочих мест. При этом Дальний Восток в отчете федерального правительства звучал несколько раз, затронули минимум пять направлений. Одно из них – модернизация двух ключевых железнодорожных магистралей – Байкало-Амурской и Транссибирской. Представители Законодательного собрания региона подчеркивают, дороги имеют важное стратегическое значение не только для экономики округа и Сибири, но и всей страны. Уже сейчас в Селинджинском районе ведутся активные работы, прокладываются пути как в сторону Запада, так и Востока. Чтобы полностью раскрыть социально-экономический потенциал БАМа, необходимо комплексное освоение прилегающих территорий, в том числе социальной инфраструктуры, которая позволит людям комфортно жить и работать, а также станет более привлекательной для молодых специалистов. Программирование на языке Python, веб-разработка, кибергигиена, тренинг, работа в команде. У амурских школьников проходят цифровые каникулы. Они стартовали 11 апреля и продлятся неделю. Площадками проведения мастер-классов традиционно выступает IT-куб. На одном из занятий в Благовещенске побывал и наш корреспондент. На это занятие под названием «Веб-разработка» приехали около двух десятков школьников. Урок посвящен созданию сайта «Список дел». В нем ребята могут формировать в виртуальной реальности перечень задач на день. Тем самым структурировать все поручения и обязанности, грамотно планировать свое время. Среди тех, кто заинтересован в IT-технологиях, 15-летний Лев Золотарев. Он учится в 26-й школе Благовещенска. Мечтает создать свою компьютерную игру. Интересно было бы изучать и моделирование, чтобы дальше от этого толкнуться и идти к созданию каких-то своих программ, созданию своих других дел. И от этого отталкиваться и следовать к своей мечте. В ходе занятия ребята создали игру с бегущим персонажем. Для этого они рисовали геометрические примитивы с помощью кода, создавали анимацию из нескольких изображений и управляли поведением своих объектов с помощью мыши и клавиатуры. На мастер-классы по восьми направлениям записались более 90 школьников. Знакомиться с миром IT-профессий цифровыми и информационными технологиями будут 8 групп. Мы стараемся показать, что на наших занятиях те навыки, которые дети получают, могут использовать в дальнейшем для будущей не только профессии, для своей профориентации. Но почему бы и нет. В девятых классах проектная деятельность. Они могут выбрать предмет информатику и в качестве защиты использовать уже готовый продукт. IT-куб Благовещенска рассчитан на 400 учащихся. Заполняемость объекта образования стопроцентная. Кроме Благовещенска, IT-куб есть в свободном тынде, скоро откроют в Белогорске. Начало записи на новый учебный год уже в мае через навигатор дополнительного образования. Иван Донченко, Екатерина Талалай, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Этот материал завершает сегодняшний выпуск. Еще больше новостей в телеграм-канале Амурского областного телевидения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok